Всем привет! С вами Акулый Космонавт, и мы находимся в офисе Биарбас и готовы отправляться на кухню на место преступления. Стоило мне войти на кухню, как запах свежего белого хлеба достиг моих ноздрей. Я знал, мне надо быть сильным. Я здесь не за этим. Прекратите есть глазурь. Не можете подождать пару часов. Маргарет, если б не эти штаны, которые чуть не по швам, трещат. Я бы ел на это на завтрак каждый день. Да-да, и вы можете поесть через некоторое время, когда все будет готово. Ага, значит, вот эту вот зовут Маргарет, да? Так, ее у нас пока нету. Ну, давайте познакомимся. Да, милый. Я Юджин МакКваклин, детектив, и мне надо задать несколько вопросов. Какое самое ужасное преступление, какое самое ужасное убийство вы видели? Сколько мертвых тел вы видели? Так. Вот это вот мы ничего не знаем, поэтому давайте пять маленьких поросят. Ну, никто не умер, но... Однажды я расследовал дело, где пять поросят ограбили банк. Поймал их на горячем и попал на передовицу Гус Таймс. Они назвали это ограбление свиней копилок. Кто-нибудь подстрелили? Что? Нет. Избили? Нет. 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 Так. Значит, эту у нас зовут Маргарет. И мы можем на нее посмотреть внимательно, да? Так. Хорошо. За своими волосами следит. Взбивает что-то венчиком. Мамочка для всех. Ага. Линия загара на пальце на месте кольца разведена. Так. Значит, давайте поговорим с ней про... Не она ли нас вызвала? Вы не знаете, кто здесь мог нанять меня? Хм. Хм. Честно говоря, все были немного шокированы воровством ланча. И никто не сказал мне, что они вызвали детектива. Я вообще ничего не понимаю. Что происходит? Так. Ладно. Этих мы пока пропустим. Познакомимся с пингвином. Посудомойка снова сломана. Что не так с этим молодняком? Они не знают, как относиться к вещам с уважением. Почему они кладут туда чашки, не переворачивая? Так. Рассмотрим его. Так. Что мы можем про него сказать? Пока ничего. Так. Он уборщик-ремонтник, да? Стикер. Он фанат научно-фантастических фильмов. Рабочие ботинки. Практичный. Так. Ну-ка. Я частный детектив. И я здесь для того, чтобы расследовать таинственное дело. Да, неужели? Я должен найти своего клиента. Ты знаешь, кто это может быть? Я должен найти своего клиента. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Да. Фредди немного странный. Так. Я надеюсь, он бы назывался детективом. Фредди немного странный. Так что я вполне могу его представить вызывающим детектива. Но, лично, я чувствую, что мы делаем просто хорошо. И не нужно знать о нашем бизнесе вокруг здесь. Что касается меня, я чувствую себя великолепно. И мне не нужен никто, кто спустил бы тут и наводил шорох. Так. Так. Это вот этот, да? Фредди. Так. Давайте уроним. Так. Посмотрим в холодильник. Так. Имя Маргарет. Ланч. Спасибо за еду. Бандит Салями. Бандит Салями. Острые когти. Написано было. Бандит Салями. Бандит Салями. Украл Салями, видимо. Ммм, наверное, это место преступления. Это записка интересная. О, какая гадость. Сомневаюсь, что кто-то мыл руки, оставив такой жирный отпечаток. Ага, и тоже такая же лапа, как в записке. Так, это у нас к этому товарищу. Так, что здесь написано? О, я получила ачивку за то, что перевернула все мусорные ведра в офисе. Так, тут у нас тоже хэллоуинская вечеринка. Отменена. Срезан бюджет. Ищем редактора, бесплатно. Га Голоден притаскивает свой собственный ланч. Злобная записка. А, это, видимо, нарисованная-то кошечка и ресепшионистка. Офисные вечеринки все равно плохая идея. Они прекратили их устраивать после инцидента с джемом. Этого мы пока не знаем, да? Так, ну давайте тогда выспрашивать... Что вы думаете о Софии Виндхаймер? Что вы думаете о Софии Виндхаймер? Ну, знаете, у нее не самая легкая жизнь. Она только что порвала со своим бывшим. Но никому не говорите. Можете мне сказать что-нибудь про Лору Ангст? О, она такая трудолюбивая девочка. Я слышала, что она втайне учится для получения степени бакалавра во время работы. А, приучиться того, как мы видели, как она впахивает просто постоянно на телефоне, когда она это успевала. Но вы должны держать это в секрете. Так, про директора у него можно спросить. Вам известен Манфред Эрнст? А, этот Брэннет. Но я тоже. Уважаю. Могли бы вы сказать, что вам нравится компания Фредди Фреддерсона? Если про кого и можно сказать, что он должен научиться уважать старших, так это про этого придурка. Так, наверное, нам надо тогда пойти выспрашивать у этих товарищей. У нас что-то еще появилось, да? Маргарет, по-моему, она Вайтлог. Да, Маргарет Вайтлог. Так, он не Петрович. Ага, Руфус Сидерис. У нас еще кто-то остался, да? Так, давайте с этими теперь поговорим тоже про новых узнанных людей. А, мы не можем, да? Ну-ка. Что вы можете сказать мне про Маргарет Вайтлог? Она на меня так злится, когда я не возвращаю кружки на кухню. Почему бы вам их просто не вернуть? Я возвращаю! Просто не каждый день. Просто не каждый день. Угу. Так, тогда еще пойдемте к директору сходим. Посмотрим. Что насчет Руфуса Сидериса? Как он вообще? Не самый лучший уборщик, но... Он пришел к нам вместе со зданием. Что вы знаете о Лоре Энгст? О, она фантастический работник. Она вообще выполняет работу пяти людей. Ага, ну конечно. Пока, значит, та, это Вайтлог на кухне... ...блинчики печет или что она там делает, да? Та работает вовсю. Так, давай с тобой тоже поговорим. Можете мне сказать побольше про Фредди Фреддерсона? Эээ, подождите, пожалуйста, на линии ожидания, пока я найду ваш маршрут. Фредди? Фредди? Шипит. Ему платят больше, чем мне. Вы представляете? Ему платят больше, чем мне. Вы представляете? Что за ужасная трата офисного пространства? Привет, это Лора снова. Привет, это снова Лора. Я проверила автобусные маршруты и обнаружила, что... Понятно. Значит, давайте посмотрим в нашу... Значит... Маргарет это овца, которая работает в кастомер-сервис, и она никогда не находится на своем рабочем месте, да? Так. Пингвин... Руфус, да? Пингвин Руфус. Он работает уборщиком. Про этого мы пока ничего не знаем. Значит... Неизвестно, кто украл... Ммм... А, Салями Бандит. Да, Бандит Салями. Похититель Салями. Хотя тут показывает, что два или меньше. Ладно. Угу. Так. Ага, мы... А, вот еще мы на ресепшене не поговорили, да? Расследование. Что вы можете сказать мне про Лору Ангст? Что вы можете сказать мне про Лору Ангст? Лора needs to chill out. Лоре бы надо отдохнуть. I do love her, but... Она мне нравится, но... If she keeps living like this, she'll have a heart attack by 23. Если она продолжит в том же духе, то к 23-м заработает сердечный приступ. А как вам Маргарет Вайтлок? Она милая и все такое, но... Она просто не может держать свой рот закрытым. Кажется, что весь офис больше знает о моей личной жизни, чем я сама. Угу. Так. О, мой бог! Я люблю эти KTS memes, Лора keeps sending me. О, мне так нравятся эти мемы про мою любимую кей-поп-группу, которую Лора мне шлет. I'm so bored. I don't understand, why such a small... I'm just scared to keep the angry customers out. Да, это мы уже все с ней разговаривали на эту тему. Ммм, так... Ммм, что-то у нас еще на кухне, да, можно поговорить. Что-то нам можно выяснить на кухне. Что мы еще не поговорили. А, вот про него, да, можно поговорить. Вы нормально общаетесь с Руфусом Сидерисом? Ну, знаете, мы с ним из более старшего поколения. А это значит, что мы хорошо друг друга понимаем. Ну, хотя он немного слишком строг к молодняку. Угу, так. Какое ваше отношение с Маргарет Вайтлок? Ах, она такая миленькая. У нас с ней есть еженедельные встречи по Маджонгу. Маджонг-вечера. Угу. Так. Что, мы все это выяснили, да? Хмм. Так, про этого мы знаем, значит, неизвестно кто. Так. Ммм. Так, непонятно. Значит, у нас еще один подозреваемый, с которым мы не знакомы. Так, а может быть, нам сюда имеет смысл зайти? Да, теперь у нас открылась еще одна дверка. Ага. Это водитель, да? Холодный ветер взъерошил мои перья. И я задаю себе вопрос, что за одинокая душа стоит там одна в этом дожде. Я подозреваю, что это тот самый водитель, да? Эй, чувак, это не автобусная остановка. Вам надо пройти на юг, к центральной автобусной остановке. Что? Я здесь не надо, не для того, чтобы сесть в автобус. Так, давайте его осмотрим. Пропорциональный нос, привлекательный. Руки в карманах, плохие манеры. Борис. Вышивка. Первое имя Борис. Ну, в смысле, имя Борис. Мы можем заполнить, что его зовут Борис и фамилия у него Петрович. Борис Петрович. Он водитель. Спорим? Кто-то тут сумку оставил. Она полна грязной одежды для тренировок. Добавили зачем-то... Ага, мы теперь все эти самые знаем, да? Подозрения. Так. Давайте все равно еще обойдем. Может быть, тут что-то можем найти, посмотреть. Давайте еще с ним поговорим, на всякий случай. О, снаружи холодно, но... Если я войду внутрь, мне придется встретиться с Софи. Я тут одно дело расследовал в Биарбас. О, вы имеете в виду, что ланч, который был разрушен? А, вы про тот ланч, который украли? Совершенно верно. Вы знаете, кто вызвал меня? Да, нет, я слишком занят своими делами. Я немного разговариваю с людьми из поддержки. Из клиентской поддержки. Вы знаете что-нибудь про эту сумку? О, это на самом деле удивительно. Вещи из нее пропали. А другие появились. Очень подозрительно. Да о чем вы вообще говорите? Это ваша сумка? Нет. Никто здесь мне не хочет помочь. А знаете, мне кажется, что вот это вот... Они сумками поменялись с крокодилом. Потому что бык у нас такой весь из себя красивый, представительный и так далее. Вот, и сумка с иголочки. А крокодил неряха, и как раз вот он мог свои шмотки из спортзала там забыть. Что вы думаете о Софи Виндхаймер? Вздыхает. О, если бы только она позволила мне поговорить с ней. Вам нравится Фредди Фреддерсон? Он такой прикольный чувак. Любит потрепаться про детективные истории. Что вы знаете про Руфуса Сидериса? Я не думаю, что он меня очень любит, чтобы быть honest. Честно говоря, мне кажется, он не сильно меня любит. Но тогда, он не чувствует, как он любит кого-то в этом офисе. Но, на самом деле, не думаю, что ему вообще кто-нибудь в офисе нравится. Кроме Маргарет, я думаю. Ну, кроме Маргарет, полагаю. Вы думаете, что у него есть что-то происходит? А вы думаете, у них там что-то крутится? Я тут не работаю. Я думал, вы детектив. Так, давайте войдем в помещение, а то перышки намокнут. Хотя у гусей не должны перышки намокать. Но, тем не менее. Так. Значит. Борис Буффало, который водитель. Ну, теперь, когда у меня есть все имена и профессии, будет немного легче разобраться, что вообще тут происходит. Так. По идее, мы можем понять. А, вот давайте к Фредди сходим. Так, нет. Не та кнопка. Вы пересекаетесь с Борисом Петровичем? Он прикольный, клевый парень. Иногда я сажусь на его автобус, чтобы посетить конвенты, и мы болтаем. Это ваша сумка? А? А? Нет, моя вон там. Та самая с салями? Да. А зачем вам столько салями? Это не мое. Она просто тут была. Очень милый сюрприз. Ага, то есть кто-то подменил. Получается, да? Так. Давайте перебирать. А. Лора. Это была Лора. Она меня позвала. Мне надо обсудить с ней дело. Это вы мой клиент? Почему вы мне не сказали? Я вас на холд повешу, ладно? Ээээ, вы должны были мне сказать, что это вы утка-детектив. Что? Да я утка, которая носит пальто. Ну, так что, Фредди уволят или как? Я работаю над этим. Не может быть настолько сложно. Извините, я вернусь. Да, давайте я снова с вами. Давайте я помогу вам сделать резервирование места. Именно тогда я понял, что происходит с вором ланчей. И что они планируют в кухне. Да? Ага, и у меня есть все подсказки. А, всё, да, я догадываюсь. Значит, Маргарет, Маргарет планирует сюрприз, значит, вечеринку сюрприз, сюрприз бёрдэй парти. Так, для этой самой, для Софи. То, что мы только что сказали, Маргарет планирует вечеринку сюрприз для Софи. Понятно, они, на самом деле, не забыли о её дне рождения. Так, и что у нас есть? Нет, неправильно. Фредди взял неправильную сумку, это уже понятно, о чём это. Так, с ней мы поговорили или нет ещё? Можем? Ага. Так, да, это всё у неё... Все те же самые кусочки разговора. Ага, так, мы можем ещё на ресепшн сходить, на кухню и к директору. Так, она всё ещё восхищается мемами с котиками. Можно спросить у неё про водителя. Что за личность этот Борис Петрович? Я не знаю, что я в нём увидела. Я имею в виду, я думаю, он хорошенький, но... В том смысле, кажется, он здорово выглядит, но... Мой бог, он бурен. Насколько же он скучный. Ага. Понятно, кажется, у них не сложится. Давайте отправимся на кухню. Так. Вам известно, чья это сумка? А это разве не Фредди? Мы тоже в этом уверены. Вам известно что-нибудь об этой сумке? Чё вы тут ходите и тычете с сумками лицом в лица людей? А что это за отвратительный запах? Это грязная одежда для тренировок. Да, но она утверждает, конечно, что у нас есть все зацепки, да? Но вот что-то у меня с этим сложностям. Что вы можете мне сказать про Бориса Петровича? Он не самый ответственный работник. Но сейчас сложно найти замену. Угу. Так, поговорить мы больше ни с кем не можем, да? И нам утверждается, что в расследовании мы можем... Ага. Фредди обвинили в том, что... Все, как я и думал. Фредди Фреддерсона на самом деле подставили. А этот офис не такой скучный, как казалось. Когда Фредди возвращался на автобусе и пошел за своим багажом, он, должно быть, взял не ту сумку. Это произошло, потому что там лежала точно такая же сумка, как у него. Сумка, которую он взял, принадлежала... ...бандиту Салями. Это превратило его в цель. И чтобы избавиться от Фредди, ...бандит Салями решил подставить его. Эй, все! Настало время! Сами знаете чего! Все на позицию. Я написала ей так, что она должна быть здесь. А, что это? А, что это? Сюрприз! О, это сюрприз! Сюрприз! А, не может быть. Аа, не может быть. Это все для меня? Это все для меня? А, а... А, письмо? Салями? Что за ужасный подарок? Нет, ты придурок! Настоящий подарок был украден и заменен салями. Это похититель салями. А, хотя, да, теперь понятно, что это не похититель салями, а действительно бандит салями. Я видел кучу высококачественного салями в сумке Фредерсона. И теперь нет вопросов, кто у нас тут преступник. Я вам постоянно говорила, мы не можем доверять Фредерсону. К концу дня он будет уволен. Помените мое слово. Кажется, это немного слишком сильная реакция на похищение от подарка. Или в этом кроется что-то большее? У нас тут целое новое расследование. Бизнес, сообщения и подарки. Вот. Ну-ка. Все будет хорошо. У вас тут утка-детектив и все будет расследовано. Да что вы вообще можете сделать? Оставьте меня. Так. Это совсем не мило. Кто вообще портит кому-то день рождения? Как думаете, ей понравился мой подарок? Ну, в смысле, сейчас она плачет, но... Мне кажется, у нее мелькнула искорка, когда она мое открыла. Мне надо вернуться к работе. Это подвеска на шею в виде сердечка. Выглядит броско. Кто-то подарил Софии плюшевую игрушку. Написано, что это лимитированное издание. Так. Секси-элианс... А, секси-пришельцы хотят мой номер. Капитан Светлоклюв вгляделся в глаза пришельца. Их было 12, и они были красные. Глаза, не пришельцы. Пришельцы были синие, и их было 43. Все они носили блестящую металлическую броню, которая блестела, как что-то металлическое. Лидер инопланетян шагнул вперед. Капитан Светлоклюв знал, что это лидер, потому что он шагнул вперед. К тому же это был самый красивый инопланетянин, у него были фиолетовые глаза. Раздались звуки, которые звучали как речь, и доносились они из отверстия, похожего на красивый женский рот. Штука для перевода, которую капитан изобрел, начала работать и переводить слова в такие слова, которые он понимал. И ты выглядишь милым, прошептал механический голос в его ухе. Можно твой номер? А, некто Суфур Сидерис, имя автора. Страница 252, из 600 с лишним, длинная книга. А, о боже. Что я только что прочитал? Бонжорно всем. Невозможно поверить, я так легко проник в офис. Ха-ха. Сайонара, придурки. Выпендривается дерзкое отношение. Угу. Записка для всех, не только для Софи. И кружочек салями. Угу. Интересно, в чём смысл этого письма? Так. С чем мы ещё можем ознакомиться? Так, ну-ка. Можете мне сказать что-то про это письмо? Софи даже со мной не хочет об этом говорить. Не знаю, что делать. Так, нет, не та кнопка. Ага, с ней нельзя поговорить про эту запись. Так, если у... Так. Нет, как... Всё время забываю их имена. Маргарет. Маргарет дала книгу. Я уверена в этом. Поскольку у неё именно про пришельцев. Так. Надо разобраться, кто остальное подарил. А что теперь будет с... тортом? Что вы думаете об этом письме? Люди больше не умеют писать от руки. Что с этими странными строчками? Они правда думают, что это я сделал? Утка-детектив, ты должен мне помочь. Ты же знаешь, это был не я, правда? Вам не показалось странным, что ваша сумка полна салями? Не знаю, я думал, кто-то хочет сделать мне сюрприз. Я ем бутерброды с салями на завтрак, обед и ужин. Начиная с сегодняшнего дня. Так, с ним нельзя, да, насчет этого поговорить? Значит, Лора получила следующие презенты. Значит, надо разобраться, кто дал плюшевую игрушку и кто... Ага. А жерелья, я думаю, подходят Борису. Вот. А Лора могла дать плюшевую игрушку. Так. Три вещи неправильные. Странно. Ну-ка. Тут у нас появились... Так. Сообщения жалуются. Может ли ООО очистить их стол? Я не могу выносить эту вонь. Так. Ага. Загадочный автор это имя наоборот чье-то, да? Она болтает с Софи. В. 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 Вам определенно не хочется быть врагом Лоры. В. 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 Purple-Eyed Alien там был. А, точно. И я взломал его. Давайте посмотрим, что за секрет она хранит в своем компьютере. Так. Сердечки. Любовники. С кем-то, значит, удали все. Незаконная деятельность. VPN. Секретный рецепт тортов. Рекролл. Так. Планируемое путешествие. Ваучеры для CS-агентов. Ага. С кем это она переписывается? Уф. Знаете, мне кажется, что как-то это затянулось, расследование. Вот. У нас тут, да, их целых три. Вот. Наверное, надо это перенести, потому что у меня уже немножко мозги кипят от всего. Вот. Что ж. Наше расследование обязательно продолжится. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых сериях. До встречи в новых сериях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова